Всем привет, с вами дядюшка Розе. И это видеоканал по видеоиграм с дядюшкой Розе. Сегодня я поделюсь эмоциями по игре с Кам. Это великолепнейшая, просто умопомрачительная игра в открытом мире. Онлайн, зомби, бункера, приключения, стройка. Все что вы любите, выживание на высшем уровне. Топишь вышло обновление, где очень круто апнули зомби, добавили рейнджик. Это очень круто, давно его ждал. Но строго не судите игру, потому что первое обновление в скаме, оно всегда кривовато и все не так работает как надо. Давайте пройдемся сначала по бункерам. Да, бункер. Сейчас активно всего 2 бункера из 17 на острове. Где искать карту в бункер? В полицейских участках. При нахождении карта будет активно 24 часа. Если вы нашли карту, активировали бункер, он будет активен 3 часа. Также ключ карты можно получить от роботов и аэродропов. Эти карты будут активны 48 часов. Также пока бункер не активен, внутри не будет зомби и дропа. Также если войти или остаться в бункере после деактивации, вы будете телепортированы наружу и потеряете все свое снаряжение и то, что нашли в бункере. Так, это очень интересно. Если это не так, то поправьте меня, пожалуйста. Также апнули руководство. Апнули наконец-то же крафт. То, что теперь не нужно стоять и делать по одной вещи. Теперь вы выбираете количество. Если у вас есть ресурсы на тот предмет, который вам нужен, вы его крафтите. Очень удобный, интересный интерфейс. Очень интересно сделали. Также, теперь крафт предметов не зависит от уровня. А то есть, чем выше у вас уровень навыка, тем меньше вам нужно итемов для создания той или иной вещи. То очень круто все сделано пока. Очень. Ну, добавили рейндж. Работа над оптимизацией. Я заметил, да, у меня перед высокие настройки RTX 2060, 22 гигабайта оперативной памяти, но 2666 частота, очень слабенькая оперативная память. Потому что карта грузилась максимум на 90%, да, и как-то плавнее были подгрузки. И после подгрузок, если ты не едешь на машине, к примеру, да, не бежишь, а играешь аккуратно, потихоньку. Потому что сейчас так и нужно играть, из-за того, что сделали зомби кое-что интересное. Добавили арту зомби, ребят, это очень круто. HTZ, MTZ и LTZ. Это уровни опасности зомби. Количество зомби также ограничено от количества игроков, находящихся в одном и том же месте. Зона HTZ, это типа их повышенная зона зомби. Там потом минт, наверное, меньше. И лайт, наверное, так назовем, да. Будут три зоны. Теперь надо очень тихо себя вести в городах, потому что, если вы создадите какой-то громкий шум, то на вас сбежится арта зомби. Они просто спаунятся вокруг вас и бегут на вас. Это очень круто. Но, когда я ездил на машине, там бибикал, да, то что-то должен сработать триггер. Теперь, чтобы активировалась вот эта арта зомби, должен сработать триггер. Какой-то громкий звук, да. Там, или зомби увидел вас, начал кричать и позвал на помощь своих друзей. Они очень круто сделали так же. Зомби выбивают теперь двери. Зомби выпрыгают через окна. То вы просто так не спрячетесь, как раньше. От них это очень интересно. Как это реализуют игроки, я хочу посмотреть. Это будет очень интересная игра. Это краткие эмоциональные впечатления от дядюшки Розе об игре. Я поиграл два часика в одиночке. Я скажу, даже в одиночке стало очень интересно играть. Спауним себе М249 и начинаем кайфовать. Очень реалистично сделано. Там добавили еще на Мосинку прицел ее оригинальный, я так понял. Руководство я говорил вроде бы. То, ребят, залетайте в скам. Если у вас есть эта игра, вы ее любите. Вы по-любому кайфанете. С вами был дядюшка Розе. Всем до новых встреч.